Белорусско-китайский диалог в экономической, культурной, туристической, социальной и прочих сферах в последние годы развивается интенсивно. В стороне от процесса не стоит и Брестская область. Все больше предприятий, представителей края выходят на рынки Поднебесной, заинтересованы в сотрудничестве и представителей китайского бизнеса. Внешнеторговый оборот Китая и Брещины за январь-июль 2018 года составил без малого 92 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го цифра выросла более чем на 50%. Китайская Народная Республика является одним из важнейших партнеров нашей страны. Поэтому мы готовы в дальнейшем последовательно проводить линию по развитию межрегиональных связей. Хочу отметить, что наша область готова выходить на новый уровень взаимоотношений, диверсифицировать взаимную торговлю, запускать новые высокотехнологичные проекты, развивать прямые контакты с деловыми кругами провинции Аньхой. Знакомство Брещины и провинции Аньхой произошло всего несколько лет назад. Но за этот период отношения уже смогли выйти на качественно новый уровень. Пример – сотрудничество китайской компании Jack Motors, занимающейся выпуском всех видов автомобилей и белорусского холдинга «Белавтомаз», в состав которого входит Брестмаш. Планируется, что уже к концу текущего года с конвейера в Бресте сойдут первые машины совместного производства. На сегодняшний день уже первые машинокомплекты находятся в пути. Это порядка 50 машинокомплектов. Ожидается в конце октября, что они прибудут в город Брест. А на компании «Брестмаш» сегодня полным ходом ведутся работы по тепловой реабилитации здания, устройству полов, устройству линий, на которых будет производиться сборка. Все идет по плану, своим ходом, с каждой стороны, по тому графику, который был утвержден. В этом году мы уверены, что соберем порядка 50 машинокомплектов. Это автомобиль пассажирский, 16 посадочных мест, и грузовой автомобиль-фургон, который будет сегодня на первом этапе собираться в городе Бресте. Второе направление сотрудничества – пищевая промышленность. Гости из Поднебесной выразили большую заинтересованность в поставках белорусской продукции. Наши предприятия хотят, могут, а некоторые уже и работают с Китаем. И процесс этот становится все интенсивнее. Мы готовы, провели порядка трех встреч с представителями компаний, которые реализуют и занимаются реализацией продовольствия на территории провинции Аньхой вообще в Китае. Наши компании уже поставляют сегодня туда свою продукцию, но пока еще нет сотрудничества с компаниями провинции Аньхой. Все впереди, я уверен, что эти контракты будут, если не в этом году, то в следующем. Есть все предпосылки для развития взаимовыгодных двусторонних белорусско-китайских и, в частности, бреско-аньхойских отношений и во многих других сферах и отраслях. «Провинция Аньхой придает большое значение развитию отношений с Бресской областью. Мы рассчитываем, что регионы достигнут еще больших результатов сотрудничества, особенно между предприятиями в сельском хозяйстве, пищевой переработке, автомобилей, машиностроении, а также производстве строительных материалов». В ноябре делегация Бресской области примет участие в большой выставке импортов Китаем. Кроме поиска новых партнеров и покупателей, в рамках визита будут подписаны и уже подготовленные документы. По различным направлениям. «Это контракты в различных сферах. Это и машиностроение, и пищевая промышленность, и химическая промышленность, и другие направления. Для нас, конечно, очень важно это направление туризма. Из Китая, возможно, в Китай, потому что Китайская народная республика, туризм у них развит внутренне очень сильно. И нужно сказать, что около более ста миллионов человек китайцев выезжает на внешний туризм. Хотелось бы, чтобы и часть этого туризма приходила к нам на Брестскую область. Учитывая, что город Брест является одним из самых привлекательных, второй по привлекательности в Республике Беларусь, задействование нашего аэропорта, также китайскими компаниями, возможно, такой процесс тоже будет идти. В любом случае, это все переговорный процесс, который сегодня мы устраиваем с нашими партнерами из КНР». Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.